всем привет начинаю вышивальную неделю хочу повышивать кружевной букет меня спрашивали девочки буду ли я вышивать кружевной букет у меня были сомнения как то он получается темный но мне скинули фотографии в личку девчонки кто уже его вышивал но действительно когда он полностью вышит и оформлен он смотрится потрясающе меня спрашивали почему я поменяла основу ну потому что в первых наборах а была канва именно такого цвета а потом уже стали вкладывать в наборы белую канву и мне как раз попался набор с белой канвой но мне нравился вот этот первоначальный вариант и поэтому я канву заменила это не молочная это тон чуть потемнее светло кофейный хотя сейчас я думаю наверное надо было мне взять молочную но пока я не вышью я так думаю что сомнения у меня все равно будут на самом деле этот букет нельзя смотреть вблизи у него очень большие крупные цветовые пятна и это конечно же мне не нравится вот как видите целый цветок вот такой коричневый а вот здесь очень много коричневых коричневых цветов очень резкие переходы в общем эта картина обязательно должна быть оформленной должна висеть на стене но что я хочу сказать несмотря на то что готовый вариант шикарный мне он нравится девчонок я смотрела на фотографиях девчонок а вот но вряд ли я еще буду вышивать набор от нитокс не знаю в процессе вышивки я особого удовольствия не получаю вышивается очень легко то есть этот набор можно вышивать как первый очень ну большие такие цветовые пятна легкая схема мало цветов вышивается легко просто как отдыхалочка но когда видишь вот эти вот резкие переходы то не особо много удовольствия получаешь от процесса еще раз напомню с каким набором я все время сравниваю этот набор от нитокс это вот эти вот белые розы от реолиз здесь тоже канва молочного цвета не совсем молочная на какая-то немножечко с розоватым оттенком но у реоли своя канва такого тона нет я хотела точно такой же тон но у цвайгард такого тона нет и здесь тоже большие цветовые пятна но вышивается не на 14 канве она 16 но когда я вышивала вот эту работу я от процесса удовольствия получала то есть все равно я видела что получаются розы даже вблизи вот пожалуйста при близком рассмотрении мы с вами видим вот эти серединки они вообще похожи на бисерные или на фрузилки на самом деле нет здесь нет ни фрузилков не бисера здесь все вышивается крестом в две нити собственно как и в наборе кружевной букет но кружевной букет при близком рассмотрении такого эффекта не дает там действительно эффект фотографии ну ладно не буду сейчас много говорить я все равно все эти впечатления буду в финальной финальном видео когда будет работа готовая оформленная я буду все это говорить мне очень интересно мое мнение совпадет или нет вот с тем что я говорю сейчас ну ладно в любом случае нужно завершить и чем больше у меня сомнений тем быстрее мне хочется завершить то есть ну некоторые зрители думали что я брошу из за того что я сомневаюсь я не буду продолжать вышивать этот букет нет наоборот наоборот меня это подстегивает быстрее завершить чтобы все мои сомнения прошли ну в общем я сейчас повышеваю этот кружевной букет а вообще я вдарилась вышивку на пластиковой конве от мп студии мне очень очень нравятся эти наборы я вышиваю то бисером волшебную страну то вышиваю мп студию и я вам в этом видео обязательно покажу что я еще буду вышивать но сейчас мы с вами запомним на какой стадии у меня кружевной букет и я вам скажу сколько я его один или два дня буду вышивать в общем хочу сравнить а какие у меня продвижения вот я повышевала один вечер ну где-то примерно 500 крестиков я не почитываю я вышиваю по бумажной схеме а по электронной я не люблю вышивать я люблю бумажные схемы ну вот вот этот цветочек дошила и вот этот цветок в общем мне осталось уже немного и перед уже к вазе ваза вышивается однообразными цветами будет продвигаться быстро стол тоже вышиваться очень нудно будет но вот здесь еще внизу будут пару цветочков что я хочу сказать когда я перешла вот к этому краю и здесь уже больше белого цвета как-то рисунок действительно стал похож так мурзилка всем надо потоптаться по моей работе когда и ее расстилаю на кровати она очень большая и мне либо нужно ее держать либо расстелить на кровати или на полу вот и обязательно животным нужно пройтись в общем уже вырисовывается белый букет а я думаю все-таки в конечном итоге работа будет смотреться обалденно когда она будет оформлена вот сейчас уже я смотрю и мне она начинает нравиться если до этого у меня были какие-то неприятные такие впечатления то как вот уже завершением вот этого цветка я вижу что он белый и как-то вот этот цветок стал тоже вырисовываться казаться белее ну в общем я надеюсь что все будет нормально так четыре дня я видео не снимала потому что я вышивала другой процесс это четыре вот такие куколки это обереги от фирмы жар птица а вот эти куколки они вышиваются на удачу каждая из этих куколок имеет свое значение желанница на желание богатушка на достаток ну в общем я вышила все четыре махом по одной куколке каждый вечер я вышивала и вот сейчас я хочу чтобы вы сравнили с превью как они классно смотрятся посмотрите какие классные куколки но естественно по традиции они безликие также как и чучело которые сжигают на масленицу а вот здесь только мне не нравится видите один один синий крестик у меня руки чешутся его распороть и вышить вот здесь на веночки вот сюда вот по повыше где-нибудь что-то мне не нравится на лице вот этот один синий крестик а так в принципе все идеально а все идеально это магнитики будут еще есть магнитики у жар птицы матрешечки очень мне нравятся эти матрешечки я тоже их попозже обязательно приобрету в свою коллекцию да мне понравилось вышивать на пластиковой конве также как мне нравится на деревянных заготовках вышивать я много в этом году вышла волшебной страны и много вышла от фирмы жар птица девочки у волшебной страны вышли новинки цветы там фиалки обалденные цветочки я тоже некоторые из них заказала заказала в магазине пчелки вы мне рекомендовали этот магазин и я сделала там заказ сказали что заказ будет идти ну где-то до пяти недель я не посчитала сколько у меня прошло но прошло уже довольно таки много ну две-три недели по моему прошло и уже они появились на мире вышивки правда они там чуть подороже чем в пчелках но они уже там появились то есть наверное надо было мне подождать и с моими скидками в мире вышивки наверное бы мне вышла такая же цена а вот долго идет заказ но понятно что идет через границу украина но опять же мне не горело в общем как придут так и придут как придут я вам обязательно покажу и девочки еще мне скинули ссылку на магазин иголочка я сейчас вам оставлю ссылку на этот магазин и на их страницу в инстаграм дело в том что есть новая фирма wood stitch по моему так называется очень похоже на волшебную страну и там такие прекрасные новинки девочки я тоже сделала заказ это сайт этот магазин украинский но доставка 350 по россии то есть все заказы отправляются с территории россии вот и там заказы по моему быстрее идут чем в пчелке ну в общем я сейчас заранее не буду сравнивать но когда получу я обязательно скажу в общем две посылочки ко мне едут одна из магазина иголочка а вторая из магазина пчелки вот ну уже точно вам когда буду видео показывать обзор покупок тогда скажу подробности но вот мне очень понравился этот магазин иголочка своими ценами принципе цены на украинских производителей достаточно доступны но вы знаете что у нас в россии на наших сайтах цены на украинские наборы очень дорогие на волшебную страну и вот это вот новая фирма тоже на деревянных заготовках вышивка тоже буду первый раз вышивать и как раз вам скажу свои впечатления на этом я видео заканчиваю это видео моей вышивальной недели будет короткая потому что я один день вышивала кружевной букет и 4 дня вышивала вот этих куколок но ежедневно я не снимала чтобы каждый день вам разные куколки показывать решила уже все сразу снять но и два дня у меня выпали я не вышивала потому что был урожай и я делала заготовки томатный сок на канале солнечный цветок я выкладывала рецепт ну а на канале жили-были у меня ежедневно выходили влоги в основном дачные и о свадьбе дочери а поскольку лето очень насыщенное они получается у меня ежедневно снимать вышивальные видео собственно и вышивать каждый день у меня не получается но это не проблема абсолютно летом нужно немножечко отдыхать от вышивки я даже думала что моя вышивка будет продвигаться намного медленнее летом но все-таки у меня есть готовые работы которыми можно с вами поделиться а это очень приятно для меня ну и думаю вам тоже очень интересно все планирую сшивать вот эти игрушки от жар-птицы обещала уже неоднократно вам видео рассказать подробно свои впечатления о вышивке на пластиковый конвей и показать процесс оформления без вас я это не делала все игрушки лежат и ждут ждут когда же я их начну оформлять но девчонки как будет больше свободного времени так и начну пока я устаю хочется просто посидеть повышевать особенно вот этот кружевной букет вышивается очень легко и когда устаешь то другое я уже ничего не беру я беру этот кружевной букет но в общем все на этом я видео заканчиваю спасибо вам за просмотр не забывайте ставить лайки ссылки на все мои каналы есть под видео с вами была инесса желаю удачи всего вам доброго пока пока